Слушаю, слушаю. Попробуем поправить. У нас уже начинается первый матч. Это A.K.A. Wonder против Hawkeye. Оба игрока, ну, достаточно знамениты в узких кругах. Это не топ-звезды Хардстоуна, но они уже зарекомендовали себя как достаточно мощные турнирные игроки. У каждого есть какие-то из заслуг, какие-то победы значимые. Матчи с сильными игроками. В общем, сейчас посмотрим, чего они нам покажут. Должно быть интересно. Ну да, я на самом деле Вандера обычно называл A.K.A. Это как аббревиатура. As known as. Ну, мне так как-то проще. A.K.A. Wonder. И действительно звучно звучит. Ну что же, на самом деле игроки у нас начинают с дракон-жреца против, похоже, мид-рэндж-охотника. И интересное достаточно противостояние будет. Что думаешь по этому поводу? Я думаю, что здесь у жреца очень неплохие шансы на победу. Если ты можешь себя погромче чуть-чуть сделать, то сделай это. Я сейчас попробую это сделать. Тут вроде бы уже достаточно неплохое начало для жреца. У него есть первый дроп, есть что сыграть на втором ходу. Сейчас кто у нас играет на престе? Это Вандер. Он думает, что делать с ловушкой. На самом деле ему относительно есть, что на второй ход сыграть. Потому что у него все-таки... Ну все-таки он может действительно поставить дракончик, но это не в ману. Да, действительно существо 2-3 достаточно неплохо смотрится как второй дроп. Но все-таки мог он что-нибудь получше в стиле драконьего посланника для себя найти. Здесь, я думаю, даже он Шинкмастер может сыграть. И ему в данном матчапе незачем беречь его. Теоретически, да. Не исключена такая возможность. Но все-таки Шинкмастер дает выгодные размены, даже если ничего он не сможет уворовать. Но похоже, действительно он согласен с тобой. И разыгрывает Шинкмастера. И даже не атакует. То есть не хочет никак провоцировать. Опасается, кстати, это медвежья ловушка. И поэтому действительно правильное решение похоже. Да, он боится именно медвежьей ловушки. И здесь, как видим, он правильно поступил. Потому что не было способа справиться с медведем. Конечно, было бы очень обломно для него, если бы это была взрывная ловушка. Когда получается, что он подставил своего Миншайстера под взрыв. Ну да, в общем, пока больше было поводов не атаковать, чем атаковать. Поэтому именно так он и поступил. Но посмотрим, как дальше будут развиваться события. Здесь, кстати, еще один безумный ученый. И вполне возможно, что еще одна какая-нибудь противная ловушка вскоре появится на столе. И это может подналомать такой неплохой старт жрецу. Я, кстати, думаю, что как раз было не так уж много поводов играть вокруг медвежьей. То есть похоже, что А.К.А. Вондор просто знает, что играет его оппонент. И знает, какая конкретно ловушка в его колоде имеется. А почему? Почему? Мне кажется, он не захотел просто выводить существо так рано. Направлено все-таки в ранней игре в контроль стола. Экивандер. И поэтому просто не захотел дарить существо 3-3 на стол Хокаю. Ну там могла быть морозная ловушка? Или взрывная? Могла быть, но взрывная. Ну да, в принципе, да, были по крайней мере резоны атаковать. Но такие же резоны, возможно, были и не атаковать. По крайней мере, в любом случае проверить, что за ловушка и не жить в этом самом секрете было бы хорошим вариантом для А.К.А.Вандора. Но вот он решил попридержать. Ну и посмотрим, что он теперь будет с этим делать. Теперь еще более волнительно, потому что может здесь оказаться и змеиная ловушка на самом-то деле. И это может немножко поменять игру, несмотря на то, что не пострадай сильно от этого А.К.А.Вандор, потому что он сможет разыграть дракончика и подлечить существо, по которому попадут кинжалы из змей. В принципе, не так все печально будет. И он раскрывает, кстати, все-таки ловушку и выводит на стол медведя. Ну он очень угадал с этим трэпом. Очень удачно для него получилось. Да, теперь он забирает медведя. Ну, относительно дешево. Второй дроп на второй, он поменял одну карту на одну. И действительно полечил, полечил свое существо. Ну, все очень неплохо. А.К.А.Вандор, он занял стол. И в битве именно с медрендж-охотником, да в принципе с любым охотником, очень важно жрецу занять стол. А в битве медренджа он вообще может уже ничего не ответить. На самом деле вообще охотнику действительно будет трудно, потому что какой бы охотник ни был, он все равно направлен достаточно в лицо. И Хафер это подтверждает, кстати, мои слова сразу же. И интересно, кстати, что будет делать Хокай, потому что размены у него, согласись, крайне невыгодные здесь. Ну, я думаю, он будет делать то, что охотники делают лучше всего. Да, да, вполне вероятно. И очень на это похоже. Но таким образом он лишь пробьет жреца в лицо и получит сразу размен двумя драконами. Ну да, у него просто не остается выбора. У него просто не остается выбора, именно так он и делает. Но жрец, похоже, сделает дабл-размен. А вот, кстати, сыграть Сумеречного Стража не получится. Здорово, и это понимает А.К.А.Вандор и начинает вытягивать карты. И находит для себя хороший таунс, вполне хороший. Неплохой топ-дэк. Здесь очень хорошо сыграло слово Силы Щит. Теперь один из драконов может разменяться с Жонглером и остаться в живых. Это очень важно. Да, это хорошее сохранение стола. Ну и что же, Хокай здесь должен искать какие-то ответы. Но пока он ничего практически не может сделать. Он не может даже разменяться с 2-4 таунсом. На самом деле ситуация очень печальная. Потому что Саву, конечно, не хотелось бы все это тратить. А что-то разыгрывать надо. И когда ты играешь именно мидренч охотником, хотя это может быть гибрид какой-то охотник, но ни одного рывка как-то не наблюдалось. Хотя, на самом деле, обрати внимание, бронящийся сержант в руке Хокая. И, возможно, это действительно какой-нибудь гибридик такой. Но пока, опять же, нету... Сетка у нас какая-то есть. Сейчас попробую вам ее ретранслировать. Ты пока... Да, да, да. ...объясняй, что там происходит. В общем-то, бронящийся сержант действительно может быть показателем того, что это гибрид охотник, несмотря на то, что мы пока что не видели никаких существ с рывком. Очень интересно. То есть, таким образом... Ну, хаймейна я практически не сомневаюсь, что высокогривы Саваны играются в колоде Хокая, и к ним еще придет, и придется шрицу с ними разбираться. А тем временем у него здесь интересный выбор. Он может активировать ловушку сразу же. Он может сделать размены, активировать ловушку. А может даже сделать так, что разменяться с ученым. После этого даже выживет его существо. И после этого же снимать ловушку. В общем, интересные варианты. Ну и, на самом деле, вторая ловушка практически наверняка покажет архетип этого охотника. И я думаю, что... Немножко в интересах это Аковандра. С другой стороны, каждая активированная ловушка дает преимущество на... Ну, не обязательно на столе. В той или иной степени, в любом случае, преимущество для охотника дает любая активированная ловушка. И таким образом, не удивлюсь, если Аковандр просто... Нет, он все-таки активирует ловушку. Он хочет сразу понять. И смотрим, что же это будет за ловушка. И очень похоже, что это змеиная ловушка. Ну да, судя по тому, что атака в лицо не активировала ничего, то это должна быть змеиная ловушка. Да, но даже снайпшот не сработал уже на Сумеречного Стража. Так что это 100% змеиная. Поэтому... Опять же, сложно судить о архетипе охотника. Ну, что-то вроде мид-рэндж гибрида. Будем отталкиваться от этого, что не настроен этот охотник слишком проходить в лицо. И интересно, что будет делать жрец. У него заблокировано слово Тьмы-Смерть. А Кабал Шедоупри сейчас не смотрится слишком хорошо. Плюс... На самом-то деле, Аковандр прекрасно понимает, что это за секрет. Поэтому... Ну, вполне может от этого отталкиваться. То есть он может просто сыграть культиста, похилить своего дракончика, или даже себя. Вполне вероятно, потому что все-таки охотник есть охотник. А 2-2, когда ты знаешь, что это точно не взрывная ловушка, в принципе, можно и не подхиливать особо против охотника, мне кажется. Потому что все равно это или лук орлиного рога, или скорострельность, это все равно 3 урона направленных. Поэтому, в принципе... Посмотри только, что делает Аковандр. Он почему-то захотел активировать лову. А, он хочет угнать. Угнать змею решил? Интересный решение. Он сделал здесь размен все-таки. Не побоялся активировать ловушку. Но просто Жрецы Зьмы немножко сильнее смотрится, чем культист на этом поле. Хотя, наверное, я бы сделал по-другому. Ну, я бы однозначно играл культиста, потому что, ну, вот Жрецы Зьмы с тем же успехом ровно разлетается, на самом-то деле. И остается лишь одна змея. И мне не кажется это сильным преимуществом, на самом-то деле. Потому что культист, он все-таки был напряжен. Ну, хотя... Нельзя, нельзя это точно сказать. Потому что, в принципе, раз умерла Жреца, значит, с тем же успехом мог умереть и культист. Просто в последнюю очередь, и никакого бафа Аковандр не получил бы. Ну, и интересно. На самом-то деле, немножко подхватил контроль стола Хок-Ай. Несмотря на то, что у него заканчиваются карты в руке. Несмотря на то, что у него, ну, не очень-то хорошая карта в руке. Она может сыграть, но... Она не слишком сильная. Все-таки не слишком сильная. И поэтому немножко он в отстающем положении, тем более в таком матчапе. Ну и что же, прохиливает пока что себя Аковандр. Решил не ставить пока что клирика. Хотя нет, решил все-таки вывести его, видимо, для статов. Он прекрасно понимал, что карту он в любом случае не получит. Полечив себя, не получится это сделать. И здесь Иглхорн Боу сразу его выхватывает Хок-Ай. Сразу же разменивает клирика. И больше ничего не делает. Просто не дает возможности добора здесь Аковандру. И проходит потихонечку в лицо. Тем временем Аковандра уже 17 единиц здоровья. И... Мне кажется, первый колокольчик, первый повод задуматься. Но на самом-то деле у него и выбора особо нет. У него выбор только лечить себя или лечить своего культиста в данной ситуации. И, наверное, я бы на месте Аковандра предпочел бы полечить культиста. Потому что 17 единиц здоровья. С одной картой в руке находится Хок-Ай. Но нет, все-таки другое решение Аковандр. Он принял, побоялся. Побоялся слишком быстрой атаки в лицо от Охотника. И полечил сам себя. Ну и с другой стороны, в принципе, культиста тоже неплохо бы и разменять. То есть, возможно, нет смысла его настолько сейвить, лечить его. Потому что если его разменять, то таким образом получит баф Драконор Чародей. Но на этого Драконора уже есть ответ у Хокая. Есть у него уже давно. Это Железноклюв. И сейчас Хокай думает о том, стоит ли ему бить оружием. Я вижу. Ну и на самом-то деле оружием, возможно... Все зависит от того, что он хочет. Если он хочет продолжать контролить стол, то ему, наверное, не стоит бить оружием. Если он... Ну или если только он не хочет разменяться с культистом и превратить два существа на столе Жреца в одно. Да, но, видимо, он хочет контролить и не хочет убивать культиста. Потому что если бы он хотел идти в лицо, то наверняка он бы ударил. Потому что не исключена вероятность того, что зайдет еще одно оружие. И нужно пробивать уже скорее... Скорее-скорее пробивать Хокая. А точнее Аковандра, конечно же. Аковандр играет у нас на Жреце. И ловит. Все-таки он ловит свой баф культистом. И, видимо, только этого и ждал Хокая. Кстати, посмотри, какой интересный-то дроп. На самом деле здесь получился. Это дроп Гиены. Которая могла зарядиться, но не дал этого сделать Аковандр. Это достаточно правильное от него решение. И здесь вопрос, играть ли Изеру. Потому что чем раньше сыграна Изера, тем больше бонуса она даст своему владельцу. Таким образом, думай сейчас об этом Аковандр. Или же просто сыграть культиста и полечиться. Вот какой-нибудь сейчас выбор перед ним стоит. Хилы достаточно важны в матче с Хантером. Изера вообще это одна из карт, которые против Охотника в принципе не играют. Да, да. В принципе, нету такой достаточно хорошей карты, которая могла бы ворваться. Ворваться в руку Аковандра и дать ему преимущество прямо здесь и прямо сейчас. Вообще до сих пор очень неплохо удавалось Хантеру играть на топ-деках. И вот сейчас, по-моему, первый ход, когда он немножко опустил темп из-за того, что пришел безумный ученый ему в руку. Да, просил. Это сейчас не самая лучшая карта. Вот зато какой топ-дек у Аковандра, между прочим. Это просто сверхсильно, по-моему, в данной ситуации. Хулинова просто делает все на десяточку. Просто на десяточку Хулинова уничтожает. И здесь все очень грамотно. И посмотри, больше нет секретов в колоде Хокая, ему нечего заряжать лук. И против него вот такие существа на столе. Это, кстати, действительно гибрид. Вот и первое существо с рывком зашло. Но я думаю, что уже абсолютно не важно, что это за архетип охотника. Я не вижу здесь особых вариантов для Хокая на победу. Вообще их даже не... Ну, да, да. Вариантов, похоже, нет. Потому что даже суперкомбинация Лероя Дженкинса со спустить собаками потребует от Хокая два хода. И, похоже, все равно не даст летального урона. Потому что эта комбинация максимум может внести 14 урона. Ну, там могут быть какие-то варианты разыграть через скорострельность. А все равно больше не будет. Там тоже где-то около 13. Скорострельность в Скорострельность в Лероя где-то около 13 урона дают, если я не ошибаюсь. 13 урона более чем достаточно здесь. Но это маловероятно в любом случае. Да, да, да. Просто дело в том, что уже одна карта находится в руке у Хокая. А если он будет разыгрывать сначала сову, а потом Скорострельность, то у него не хватит маны. Маны не хватит на всю эту комбинацию. Ну и понимает это прекрасно. Как же не хватит? Всего 7 единиц маны. Уже 10 кристаллов в него есть. В любом случае, Жрец побеждает. Матча был в его пользу. И ничего у нас такого суперудивительного не произошло. Хокай достаточно неплохо прессовал его в начале матча. Но ничего особо не получилось у него. Да, и видим мы, кстати, как игроки думают над своими колодами. Ой, жалко, что переключили. Очень интересный выбор от них был. А по поводу Скорострельности, нет, там все же не хватило бы маны. Потому что Саву пришлось бы скинуть 2 маны и тратится еще 2 маны на Скорострельность. И остается всего 6 маны, чего не хватает для Скорострельности Лероя. Вот в чем дело. О чем я. Но это уже абсолютно не важно ни для одного, ни для другого игрока. Потому что счет уже 1-0 в пользу Ака Вандера. Ардию, видишь, тоже так немножечко такой, ну, говорит, так, так себе было сыграно, не очень. Я бы смог бы лучше. Видимо, так. Ну да, это в стиле Ардию. Да, 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 он такой. Ну, интересно, на самом деле, очень харизматичный такой молодой человек. У него вчера был матч, там его оппонент довольно жесткий мисплей допустил, из-за которого проиграл. И Форсен начал объяснять Ардию этот момент. Ардию такой сидит, типа, да, да, я бы все равно выиграл, там, какая разница. Да, да, да. Причем очевидно было, что он бы не выиграл, если бы противник не сделал этот мисплей. Но Ардию стоял на своем. Молодая кровь еще. Бойцы. Молодые бойцы. На самом-то деле, много достаточно молодых игроков. Именно показывают хорошие результаты. И мне кажется, это здорово вообще, чем... Киберспорт всегда славился тем, что молодые игроки часто захватывали... Не то, что прям захватывали доминирующие позиции в нем, но как-то именно проявляли себя, несмотря на свой очень молодой возраст. Даже не все люди вообще в жизни могут уже реализоваться настолько в таком возрасте, насколько реализовали себя некоторые киберспортсмены. Мне кажется, это всегда самое интересное, когда новые люди приходят, меняются стили игры, каждый из них что-то может продемонстрировать свое. Это интересно. Да, да, да. Я вот думаю, на самом деле, что Хардстоуну еще очень много предстоит развиваться, и то, что открыто еще очень мало архетипов, комбинаций, я думаю, еще очень много их будет в перспективе. И если даже говорить о процентах, я думаю, сейчас, ну, не больше 30% архетипов открыто, и это при учете, что, ну, уже действующие карты. Ну, то есть, если даже карты не будут обновляться, все равно открыто только 30% архетипов. Поэтому, я думаю, еще очень много нового интересного нас ждет. И смотри, Аковандр там в книжечку свою подсматривает. Интересно, что там у него? Какой-то знак ему подали? Может, через сколько начинать, сколько времени осталось. Ну, неизвестно в любом случае. Да, кстати, Аковандр, обрати внимание, еще не выбрал колоду, уже тем временем Хокай ее выбрал. И это будет снова охотник, и будет он против чернокнижника сражаться. Да, Хокай верится в охотника. Традиционно такое было на турнирах, что охотник шел первым, потому что он практически не зависел от матчапов. Он больше зависел от того, какая стартовая рука у него будет, насколько удачно конкретно его RNG сложится. Да, абсолютно, абсолютно правильно ты говоришь. И на самом-то деле я вспомнил Хокай, он действительно любитель охотника. Я вспомнил, что он действительно пару раз начинал. И по поводу старта с охотника, это тоже правда, это я слышал в интервью некоторых профессиональных игроков, они действительно так и говорили, что начинают с охотника, просто чтобы не оставлять его напоследок и не грызть локти. А тем временем, обрати внимание, Акауандр играет чистого Зуу такого. Я не думаю, что здесь даже есть призыватели демонов. Ну, мне кажется, зря ты так не думаешь. Я думаю, должны быть. Ты думаешь, просто он заменил Сквайрами... Сквайрами заменил каких-нибудь 3-2 бесов? Да, да, да. Думаешь так? А я вот вполне допускаю вариант, что это может быть и чистый Зуу, такой более намного агрессивный. Возможно, даже Лепрогномы есть у него в колоде. И, в общем, много таких агрессивных первых дропов. И думаю, что главарь Банды Бесов здесь только по причине того, что он просто является сильным третьим дропом, таким достаточно агрессивным, достаточно статовым. Ну, посмотрим. В любом случае посмотрим. Хокай, как известно, уже мы... Как мы уже в курсе, играет на гибридном Охотнике. И посмотрим, что он сможет противопоставить. Пока что у него хороший размен с ученым. И видел, да, медвежья ловушка выскочила. У нас медвежья ловушка достается Охотнику прямо первой. Сейчас для него достаточно неплохо, потому что нет смысла сейчас Чернокнижнику делать трейд с этим Пауком. Ему надо атаковать лицо или не делать ничего. Достаточно неприятный выбор для Ака Вандера. Да, да, так и есть. Зато очень хороший дроп есть у Ака Вандера, тот самый главарь банды бесов, который может... Насколько хорош быть против Охотника, настолько же и плох. Хорош он может быть в разменах маленьких существ, потому что, ну, конечно, 4 единицы здоровья, 2 единицы атаки и размножение бесов могут дать просто супер пользу. Но, с другой стороны, не стоит забывать про спустить собак, которые могут очень-очень сильно наказать за этих самых бесов. Ну и нет выбора, здесь играет главаря и не бьет, не бьет. Помнит, во-первых, помнит элементарно из прошлой игры, это дает некоторое преимущество, ну, конечно же, Ака Вандеру, то, что он уже видел колоду. И то же самое, возможно, преимущество появится у Хокая, потому что зачастую происходит следующее, то, что до 2-0 доигрывают игроки, после чего на последнюю свою колоду садится кто-то из них, тот, кто ведет 2-0. И, собственно, 3-2 он после этого проигрывает, потому что прекрасно знает, против какой колоды играет его оппонент, и от этого строят ему леганы. И, в общем, есть, в общем, некоторые вот такие маленькие нюансы в этом, и действительно такое иногда происходит. Ну, а тем временем у Хокая есть выбор между... Да, на самом деле, большой, большой выбор у Хокая, я считаю. Он может разыграть Глэйвзуку с Лепрогномом, может просто сыграть Крипера с Лепрогномом, а может сыграть Лепрогнома с силой героя, а может сыграть Хорсрайдера. В общем-то, у него нереальные возможности в руке. И, кстати, Лев, которого мы не видели в той игре, он уже в руке у Хокая находится. И решил сыграть все-таки второго Крипера на стол, и снял щит. Снял щит со Сквер Авангарда. Поэтому, в принципе, очень комфортно обустроился Хокай. И здесь, кстати, все-таки еще один демон, но по-прежнему интересно мне, все-таки это более агрессивная версия, или более склонная к мидрэндж-демонам в стиле с Доктором Бумом, Малганесом, и, возможно, даже Великаном, Морским Великаном. И здесь активирует ловушку все-таки Аквандер и разменивает Гризли Сталемеха с помощью переполняющей мощи и пожирает, кстати, войдет рором Сквайра. Получает неплохую очень пользу. Кстати, совы пока что у Хокая нет. И ответ ему придется какой-то искать, потому что 8-5 очень неприятно, и, как бы, размен он может сделать. Он может отдать все существа с бафом Глейвзуки или же там сыграть Хорсрайдера, но дело в том, что он таким способом он отдаст все существа практически на столе, несмотря на то, что полопаются пауки, ему придется очень много трейдить в этого 8-5 Войд Террора. И мне кажется, что может даже... Возможно, даже не может себе позволить такого Хокай, и лучшим выбором для него здесь будет сыграть Крошера или Глейвзуку с силой героя и просто пытаться обогнать. Но обогнать на самом деле 8-5 очень трудно в лицо, поэтому большие проблемы у Хокая. У него слишком будет слабый стол от главаря Банды Бесов. Достаточно мощный ход сделал здесь Ака Вондор через переполняющую мощь и ужасно бездны. Захватил неплохо борт. Я не думаю, что Хокай может проигнорировать это огромное существо. Ну, как ты и сказал, пауки остаются на поле, и это тоже весьма хорошо для охотника. Все равно остается борт прессенс, он может продолжить прессинг. При этом у Ака Вондора не то, чтобы очень хорошая рука. Довольно эффективно можно сочетать жонглера и главаря Банды Бесов. Но, пожалуй, это единственное преимущество сейчас, которое у него есть. На самом деле я с тобой не очень согласен. Я бы на месте Ака Вондора, скорее всего, разменял бы 1-1-1 и повесил Аргуса на им гангбосса и появившегося Беса. Вот так, возможно, можно сделать. И ты знаешь, очень похоже, что Ака Вондор так и будет делать. Да. Но он решил разменять, правда, не 1-1, а 2-1 существо, но в целом достаточно сильный ход. Просто придется... Нету пока... О, появилось. Просто дело в том, что не было трех чистых урона у Хокая в руке. А получилось так, что они появились, и он может чисто достаточно разменять главаря Банды Бесов и достаточно неплохие размены для себя здесь произвести. Да. Иглхорнболл, лукарлиного рога и способность героя тем не менее, чернокнижек у нас остается впереди немного на поле и в зависимости от топ-дека может быть он сможет укрепиться. Сейчас посмотрим. Очень много трейдится охотник. Да, да, да. Некомфортно ему в этом положении находиться. Но на самом деле у него в рукаве есть еще козырь, это высокогриф саванны, и пока что нету железноклюва в руке Аковандера, и это может стать проблемой, потому что 6-5 существо, которое рассыпается на двух гиен, это беда. Это действительно беда, но и ты был прав по поводу все-таки архетипа этого лука, это действительно Медренш Демонзу, похоже, который заменился на сквайров. Кстати, замена на сквайров действительно очень здорово смотрится в этом матчапе, потому что не играются, скорее всего, имбгангбосы, не имбгангбосы, а вот огненные, огненные бесы 3-2, и таким образом не пропускает сам себе в лицо урон Аковандер, и очень неплохой выбор, должен я заметить. Да, я в свое время именно из-за этого убрал огненных бесов, потому что много охотников было, и против охотников дополнительные 3 единицы повреждений себе в лицо наносить, учитывая, что ты чернокнижник, что твоя способность героя, тоже наносит тебе повреждения, очень сложно выиграть у охотника, когда у тебя эта карта в колоде. Да, 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 абсолютно правильно. Но я просто срезал до одного в какой-то момент их количество, но в любом случае, сейчас небольшие проблемы у Аковандера, потому что у него нет демонов, у него нет демонов в руке, это большая проблема, потому что никого не может призвать сейчас. Как красиво было бы сейчас достать 5-7, допустим, на стол, но, к сожалению, не получится это сделать у Аковандера, у него пустая рука, возможно стоит тапнуть, или он хочет, он хочет делать имплоужен, после этого он хочет разбивать одну гиену имплоуженом под жонглером, и в принципе это может оправдаться, это может оправдаться, и тем более, ой-ой-ой, посмотри, что делает, ты только посмотри, что он делает. Просто запускать имплоужен, причем посмотри, даже не в хаймейна, ой, как мало, ой, как мало. Ну и очень интересный, мне кажется, ход от Аковандера такой спорный, достаточно спорный, потому что, посмотри, у Хокая-то есть достаточно достойные ответы. Может быть, просто, может, он хочет, чтобы боялся этого призывателя бездны. Хокай подумал, что там Малганис или что-нибудь такого плана, и стал как-то неправильно играть. Хокай, ну, на самом деле... Здесь Аковандер чуть-чуть пользуется тем, что у него есть преимущество по здоровью, пытается его реализовать. У него есть демидж бёрст дополнительный в руке в виде переполняющей мощи и превосходящий борт по числу существ, превосходящий противника. Он пытается с этого момента уже продавить своего оппонента, заставить того делать трейда. Может быть, может быть, но дело в том, что он всего на одно существо обходит по столу, точнее, я имею в виду уже с оружием, да, конечно, обходит он всего на одно существо, и дело всё в том, что на самом-то деле это вход Аковандера, преимущество по здоровью было за ним, а теперь посмотри только сколько урона вообще может прилететь в лицо Аковандеру, и только взгляни на это, но будет ли здесь летал, и смотри, думает размениваться или нет. Здесь плюс 4, 8, плюс 2 надо было бы найти Аковандеру, но теперь плюс 3, плюс 3 нужно найти Аковандеру, и у него будет летал, это пока плюс 1 всего урона. Да, здесь придётся ему жизнеотвод делать, искать какую-то ещё карту. Ему что-то нужно, да, или делать двойной таунт, а если это будет 5-7, то это будет, в принципе, летал, летал это даст. Аковандеру, но Аковандеру прекрасно, он это понимает, это Водд Волкер, ой-ой-ой, тут будет ещё шоу-маст-гоон, как бы, дабл таунт, и поэтому просто так не будет Аковандер сдаваться. Но мне кажется, честно скажу, мне кажется, он переагрессировал. Возможно, он просто почувствовал, что он не в силах контролировать уже после этого ещё и Гиен 2-2, но с другой стороны, можно было запустить имплоужин, разобрать одну из Гиен, в общем, не знаю, в любом случае, это Аковандера решений, и это, я думаю, что он его хорошо обдумал, потому что серьёзные, достаточные деньги стоят на кону, и проигрывать просто так никому не хотелось бы. Я считаю, он грамотно сыграл, там был, в принципе, повод у него играть агрессивно, единственное, что сама ситуация довольно жёсткая, у него, по сути, и выбора не было. Вот сейчас у него был выбор, сейчас он мог убить Хаффера и не дать высокогриву, дёшево забрать, вот этого призывателя, но он решил дальше проявлять агрессию, вот здесь я уже, может быть, даже не совсем согласен, но посмотрим, чем это закончится. У Хоукая пока что нету каких-то быстрых карт, которые могут добавить прямо на этом ходу повреждений ему на стол, и поэтому для него тоже здесь неоднозначная ситуация. Да, ситуация однозначная, если бы он не поймал Мишу, он бы поймал летал, на самом-то деле, вот такая у него была ситуация, то, но он ловит Мишу, и всё ещё по-прежнему продолжается. Страшно ему убивать этого призывателя? Ну, конечно, страшно, потому, мне бы тоже было страшно, но, с другой стороны, всего одна карта, но ещё столько сильных демонов не выпало, ещё столько сильных демонов не вышло в игре у Аковандра, и, конечно, очень страшно. И сейчас, наверное, вздохнул с облегчением Хоукай. На самом-то деле, мне кажется, что он аж глаза раскрыл от удивления, такой прям выдох, да, он выдохнул, я видел в конце хода, он просто выдохнул. И здесь имплоужен, и имплоужен на 4 даёт летал. Ещё есть жизнеотвод, ещё можно это попробовать. Да-да-да, можно. И это Сквайр, тот самый Сквайр, который помогает против Хантера, но не поможет прямо сейчас, ну и что же? Смотрим внимательнейшим образом. 25% на победу, 75% на поражение. 33, почему же? 2, 3, 4. Ему нужно только 4, и это не сработало. Это не работает здесь. А Кавандра... Близко, но нет. Да-да-да. Когда, только нет. И таким образом проигрывает здесь Акауандр. И 1-1. Хокай всё-таки одолел его своим гибридным охотником. Интерес, прям такой заруба, заруба получилась. Акауандр, мне кажется, всё-таки наказан, наказан за свою агрессию. Даже в глазах обоих нас, мне кажется, он наказан за эту агрессивную, потому что я бы разменивался ещё раньше, ты бы разменивался чуть позже, поэтому Акауандр решил не размениваться вообще. За что и был наказан. И 1-1, сравнивающий от Хокай. Хокай. Окей. Ну, мне интересно было бы посмотреть на мага от Акауандра. Интересно, что он взял на этот турнир. Это фриз маг или темпа маг? Может быть, что-нибудь оригинальное, типа гриндер мага? Да вот, на самом-то деле, вариантов, по большому счёту, не осталось уже, кроме, к сожалению, кроме фриза и темпа. Хотя, я помню, на каком-то из турниров, вроде как, станцифки же банили эхо мага, вот, относительно недавно, вот, который он выиграл, этот турнир как раз, станцифка. Да, станцифка любила играть на эхо маге, страйф кров в своё время притаскивал на турнир грайндер магов, это было очень-очень круто. Интересно наблюдать за такими не самыми обычными колодами, как бы все, по большому счёту, их знают, но не так часто они встречаются всё-таки, особенно на турнирах, на турнирах, это вообще эксклюзив. Ну что же, игра под номером 3 начинается, и паладин всё-таки будет. Паладин и чернокнижник, да, у нас встретятся. Ну, кто фаворит для тебя, паладин или чернокнижник? Чернокнижник или паладин, ну, видимо, это секретный паладин, судя по криперу, и его, кстати, полностью устраивает его рука, и против Зу будет играть. Я очень много играл на Зу уже с выхода, с выходом патча, поэтому я встречался с секретными паладинами и фаворит секрет паладин, потому что у Зу просто элементарно нету возможности никакого практически берста, кроме как размена своими собственными существами, и первый же попавший на стол загадочный претендент, он разрушает игру более чем полностью, поэтому я отдал бы преимущество здесь секрет паладину. Голода немножко похожа, по сути, есть у паладина, как у паладина, так и у чернокнижника, большой упор идет на ранних существ, на первые и вторые дропы, и при этом есть мощный рывок по темпу и у одной и другой колоды. У паладина это таинственный претендент на шестом ходу, а у чернокнижника это призыватель бездны, соответственно, нужно, чтобы пришли, зашли нужные карты в руку вовремя. Здесь много, конечно, будет зависеть от того, как зайдет, как повезет, и вот за этим сейчас как раз нам придется наблюдать. И начинать здесь с демона бездны. Это начинает Акауандр, и Хо Кай отвечает. Ему сразу же, кстати, достаточно сильно отвечает, потому что достаточно хорошо разменивается здесь жонглер с этим демоном, и вынуждает таким образом, видимо, Акауандра размениваться с бронящимся сержантом. Это не очень выгодный ход, но, похоже, выбора у того нету. Нельзя оставлять настолько противное существо на столе, и придется меняться. Именно так и происходит. Но чем вообще плохо, ага, и думает, видишь, здесь Акауандр по поводу того, стоит ли ему доиграть также еще одного бронящегося сержанта просто для статов. Но на самом деле, чем очень противен секретный паладин, то, что он играет секреты относительно вне зависимости того, что ему вообще сейчас уместно играть. Он играет фактически те секреты, которые ему в руку заходят, и это очень противно, потому что никогда не знаешь, чего же от него ожидать в данный момент. Если когда вышел загадочный претендент, еще можно разгадать этот ребус, потому что там появляется целый кокошник на голове паладина, и сразу понятно, что за чем произойдет. В принципе, уже все выучили. Но вот просто в игровой ситуации достаточно трудно трудно паладину, точнее, против паладина играть, потому что никогда не знаешь, что же за секрет там повесился. Повесился секрет у вас. Ну, с другой стороны, паладиновские секреты, они не такое большое влияние на ход игры оказывают, поэтому раньше, до появления таинственного претендента, никто особо и не играл паладинами секретами, просто потому, что сами по себе секреты были довольно слабенькие. И вот теперь они заиграли, как раз из-за того, что всем скопом их может достать таинственный претендент на поле. Да, это очень сильный буст, 11 маны выдает где-то загадочный претендент по характеристикам и тому, что он достает на стол, где-то 10-11 маны, но дело в том, что, да, секреты действительно слабы, но они оказывают такое микровлияние на стол, то есть они вроде как один там где-то подпортил, другой там, и в общей сумме они действительно дают паладину эту самую доску, а дело паладина на самом деле достаточно простое, шестое мане достать загадочного претендента и как можно более сильный стол поставить к этому загадочному претенденту, причем даже вот этот паук, он ему будет более выгоден в развалившемся состоянии, потому что чем больше существ в принципе на столе, тем выгоднее под загадочного претендента. Ну что же, здесь имплоужин, похоже, будет отправлять Аквандр, нет вариантов у него не убить это существо, и 4, 4 беса, и это очень сильно для Аквандра. Освещение спасительное не пришло здесь для паладина, и теперь у него есть довольно серьезные проблемы с этим бордом. Паучок здесь сможет потихоньку почищать бесов, но пока что этого недостаточно. Ну, похоже, здесь будет призыв в бой, может быть, Хранительница секретов. Возможно, вполне возможно. И, кстати, посмотри с освещением, так как красиво мог зачистить вообще паладин. Другой ход. Хранительница секретов, секрет и паук. Да, если бы он просто сыграл Хранительницу, то он бы ее подставил под главаря банды бесов. Это был действительно не лучший вариант. Ну да. Возможно, тогда стоило сыграть секрет и призыв в бой вместо Хранительницы. Просто секрет и призыв в бой, и подразменяться с пауком, и оружием, и получить какое-то количество статов, и... Ну да, призыв в бой, точнее, не призыв в бой, а самопожертвование достаточно неплохо все же смотрелось, плохо, плохо смотрелось, но могло, могло какой-то эффект все-таки оказать на доске. Но все равно, видишь, секрет Киперша разменен каландером, и пока ситуация у него достаточно неплоха. Кстати, интересно вот так вот наблюдать за секрет Паладином со стороны в виде его карты, потому что, когда играешь в ладдере, кажется, что эта колода вообще дикая имба, что она непобедима, что у нее нет никаких проблем, а тут вот замечаешь такие моменты, что вот, например, ему два самопожертвования пришли, а теперь, например, хранитель, точнее, этот таинственный претендент, он не сможет этот секрет уже сыграть, то есть уже такой минус. Много достаточно подводных камней. Ой, да, 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 есть, есть такое. Ну, топ-дек все равно вовремя, да, пришел все-таки этот таинственный претендент? Да, да, без вариантов вообще. И посмотри, какой стол, на самом деле придется, здесь Аковандеру обязательно все менять, ведь он прекрасно понимает, что следующим кодом появится этот загадочный претендент, ну, по крайней мере, он догадывается, я думаю, об этом. Да, но здесь я почти уверен, что он будет размениваться. Здесь просто нет смысла сейчас топить ему в лицо, потому что... 2-1 абсолютно зря разменял он здесь, потому что все равно с наибольшей степенью вероятности Аковандер менял бы ему стол, и поэтому это существо 2-1 скорее всего меняло бы одно из его существ, и таким образом он просто получил больше урона в лицо. Ему стоило или снять щит, или разменять один-один существо, мне так кажется, по крайней мере. Технически это правильно. Да, он получил одну лишнюю единицу урона в лицо, но я думаю, что это не имеет значения, потому что здесь они сражаются за контроль борда. Ну да, но просто ему не давал этот 2-1 никакой пользы, потому что здесь все равно все существа с одной единицей здоровья. Не, ну, так ты прав, да, но это очень тонко. Я бы даже не назвал это ошибкой. Ну, я люблю, люблю прицепиться к игрокам иногда, каюсь грешен. Ну, твое право. В любом случае, не самая удачная ситуация сейчас у Аковандра, пожалуй, хотя, может он действительно скушать вот террором свои слабенькие существа и поставить им гангбосса, и это уже смотрится лучше. Но дело все в том, что, и, кстати, следующий дроп у него будет очень сильный, Доктор Бум на седьмой мане, все как положено, и пока что нет Доктора Бума у Хокая. И сейчас проблема как раз именно старая. Вот, то, что мало, мало существ на столе Аковандра, а здесь растянуты секреты и не так просто это все дело отбить. То есть, да, он может сыграть сейчас Доктора Бума, но в чем проблема? Там будет секрет покаяния, и ему просто как божественная милость ему заходит Аргус. Просто он ему должен быть очень рад, потому что под покаяние, конечно же... Я, честно говоря, думал, что он сейчас будет раздумывать над тем, чтобы атаковать существо или вообще не делать этого. Потому что сейчас, получается, он бафнул претендента, и это не очень хорошо для него. Он мог бы просто идти в лицо, учитывая, что уже два самопожертвования вышли. Ну, в принципе... Ну, и как ты сказал, Доктора Бума здесь играть не стоит, потому что он превратится в существо 7-1. Здесь, похоже, защитник Аргуса пойдет у нас на поле. Да, таким образом он вообще должен был начать с тапа, скорее всего, потому что... Да, здесь тоже согласен. Потому что он все равно играет на 4 мана, и он действительно это делает, и что же он находит? Войд Коллер ему заходит, но это не лучший вариант, надо как-то схорониться от 9-8. Ловит покаяние. Замечательно, пока у него получается обходить эти секреты, и смотри, в какой полный контроль. Он боится Competitive Spirit. Нет, есть, есть все-таки Competitive Spirit. Ну что, на самом деле Акавандр... Самый лучший топдек. Да, Акавандр чувствует себя более чем хорошо, потому что от 10-9 он прикрыт, 2-2 ничего здесь не решает, и у Акавандр очень хорошая ситуация. Да, на следующем ходу он сможет сыграть Бума и еще сильнее закрепиться на поле. Пока что для него все это выглядит довольно неплохо. Да, у Доктор Бума вообще очень здорово будет, ну и не оправдались на самом деле мои ставочки-то похоже, потому что Секрет Паладин не смог, не смог задоминировать над... Я думаю, здесь он сначала может сделать размен с главарем Банды Бесов, потом поставить Джонглера, способность героя, кинуть нож, и после этого Секрет сыграть. Я не думаю, что ему есть смысл удерживать какой-то из своих карт. Ага, ну вот он так и делает. Я думал, что просто возможно есть смысл разменивать именно более сильное существо 6-5. Просто главарь Банды Бесов, он немножко мешает Джонглеру, и в этом большая проблема. Ну да, но там шанс был, в принципе, не слишком большой, что попадет. Ну как, в принципе, 25%, там же 3 существа на столе было, значит 25% именно на попадание Джонглера. в главаря. Ну да. Ну да, 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 в главаря. И доктор Бум, в принципе, до сих пор смотрится достаточно сочно, но не знает здесь какой секрет. А Ковандер и будет раздумывать об этом, и сейчас вернется Жонглер с одной единицей здоровья, с такими вот разменами. А он кинет нож сам за себя, нет? Нет, 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 вот на самом деле я только хотел отметить, что гениальный ход, потому что как раз это был единственный случай, когда не будет ножа. И он действительно здорово сыграл. Он сделал стопроцентную вероятность на то, что он убьет своим бесом и то, что в беса не попадет. По-моему, просто супер, суперход от Ковандера. Я даже не знаю, додумался ли я бы до этого. Очень красиво отыгранно с моей точки зрения. Окей. О, шикарный топ-дэк для Паладина. Первый дроп, именно то, что он хотел. Да, просто его любимая и здесь огромная проблема у Хокая. Ну, по-моему, кстати, обрати внимание на пул вообще Хокая и если там Зулок у него последним классом, то я... Это была лучшая бомба та же. Бомба, да, лучшая бомба Эвер тоже. Мне просто интересно, действительно ли пришел Хокай со всеми агрессивными колодами. Будет ли это гибрид охотник, секрет паладин и Зулок от него. Ну, возможно, мы этого даже не узнаем, потому что если Аквандер будет дожимать Хокая, то можем мы не дойти до Чернокнижника. Ну, хотелось бы узнать на самом деле. Вот ты сейчас сказал, а мне интересно стало. Я видел некоторых таких игроков на турнирах, они приходят именно с агрессивными колодами и я скажу больше, даже некоторые из них очень даже побеждают. Так, осталось Аквондеру парочку существ убрать с поля и контроль борда будет за ним на все 100%. Это очень плохая ситуация для паладина. Да, для паладина на самом деле уже давно плохая ситуация и Латхип хотя бы хоть как-то смог ее немножечко, капельку улучшить, потому что он заблокировал беспощадный взрыв таким образом и именно придется здесь... Кстати, интересно, как... А, ну да, нету вариантов, кроме как Доктора Мума меняться. Но появится еще один призыватель с призывателя предыдущего и хорошая матрешка выходит. Но нет, решил все-таки разыграть Аквандер, получает сразу же преимущество на столе, но и в принципе не думал, что... Правильно, здесь уже дожать немножко осталось. Дожать, дожать. Сдается Хоукай, как истина агроколода поступает, делает все быстро. 2-1 у нас счет в пользу Аквандера, остался последний класс у него, это маг. И мы увидим, обязательно, чем играет... А, нет, подожди-ка, секундочку. А, да-да-да, мы увидим, все правильно, это монитор Хоукай у нас справа, и Варлоку он взял, поэтому мы обязательно узнаем, какой же архетип он. Предпочел. Ну, если он берет Варлока против мага, то это, наверное, зулок, скорее. Хотя, я даже не знаю, против фризмага ни одна из этих колод зооподобных не очень хороша. Ну, это действительно зулок, и Хоукай с агропулом пришел на этот турнир. Да, но, и с другой стороны, это не фризмаг, это темпомаг у нас. Еще и с чарометами. Да, темпомаг, основанный на спеллах, вон мы видим там чародейский взрыв, чародейская вспышка, да. Много здесь заклинаний можно ожидать от этой колоды, поджигатели, скорее всего, есть. Ну, достаточно стандартный набор карт для темпомага, но при этом далеко не все используют чародейскую вспышку. Лично мне очень нравится это заклинание, я его использую в своих колодах. Ну да, оно хорошо сочетается с лазурными драконами, ну и вообще, на самом деле, темпомаги в последнее время удивляют разнообразием, потому что стали встречаться на них такие карты, как Сарат, Рыцарь Нексуса, или даже Близкотрон, там что-нибудь интересное. В общем, появился так называемый казино маг, который по большому счету является, ну, немножко измененным темпомагом, и там карты такие в стиле Рагнароса, допустим, кто-то использует Ронина, кто-то использует Волну Огня, а кто-то нет, поэтому на самом-то деле не так просто. От игрок против темпомагов не всегда известно, что от них стоит ожидать. Но и опять же, секреты. Секреты тоже играются разно, и от этого тоже зависит колода. Здесь шикарный ответ на Огненного Беса как раз. Вспышка окупила себя более чем полностью, и показывает... Вот это как раз самая большая проблема Огненных Бесов, их очень легко убить. Что вроде как вы разменялись одну карту на одну, но при этом ты еще получил три единицы повреждений от собственного же существа? Ну, у них есть и некоторые преимущества. Они разыграны в одну ману, и вот эта вот вспышка, она, наверное, единственная, что может за одну ману законтрить этого Беса. Потому что в ином случае придется использовать, допустим, монетку Фростболт или что-то такого плана, а это уже второй дроп, и таким образом Бес за одну ману разменялся с заклинанием за две, и это дает некоторые преимущества по темпу. Ну да. Но в любом случае здесь пока что не очень удачная ситуация у Хокая, потому что у него нет хороших вариантов на джаглера. А, нет, вообще-то у него есть хорошие варианты, если бы все пошло хорошо, но здесь уже хорошо все вряд ли очень пойдет, если только два джаггла попадет, неужели попадут оба? Но нет. Но в любом случае хороший размен закрылся демоном здесь, Хокай и... Ледяная стрела неплохая карта сейчас. Я думаю, что он может быть даже использует ее здесь в Вондер. Я вот даже думаю, чтобы он через монетку также пушку не разыгрывал. Я вот думал, зачистит он весь стол через пушку, потому что страшновато все-таки, мне кажется, оставлять жонглера. И посмотри, под копию-то летит Войд Коллер и очень неприятно на самом-то деле. И будет ли размен. Попал, видел он, что попало в лицо и сразу же бы разменивал. Я понял план. Я понял план от Хокая. Он хотел просто попасть джагглом 50 на 50 и разменять своего жонглера с вражеским призывателем. А пока что пользу для себя очень хорошую получил на самом деле Ака Вандер, потому что он оставил существо 3-1 и вот как раз Зулоку не так просто менять существо с одной единицы здоровья, потому что Ликит Лена очень редко играют в Зулоке. Поэтому существо 3-1 может стать некоторой проблемой. И интересно, что здесь будет вообще играть Ака Вандер. У него есть, по-моему, замечательный варианты. Много замечательных вариантов, но он предпочел почему-то пока что сыграть. Какая замечательная карта. Он решил не разыгрывать поджигателя пока что и получает он на стол второго призывателя. Забавно, что этот призыватель тоже может призвать демона. Да, еще и какого может призвать? Думгуард появляется в руке Хокая и он очень хорош топ-дэк для чернокнижника. Да, все очень здорово, потому что он может сейчас тапнуть, сыграть главаря банды бесов и если не зайдет еще один демон в руку Хокая прямо сейчас, то он со 100% вероятностью достанет Думгуарда на стол. Интересная очень такая ситуация, как будто дарят подарки друг другу игроки и посмотри, играет Думгуарда прямо сейчас, вот это интересное решение. Я бы определенно так посмотри, действительно играет Думгуарда и делает размены и проносит в лицо. Ничего себе. Мне кажется... Вообще довольно агрессивно играют чернокнижники на этом турнире, как-то более агрессивно, чем я привык. Посмотрим принесет ли это результат Хоу Кайо. Вообще конечно борт у него сейчас очень опасный. Опасный. Вондар мало что может здесь сделать пока. Ну и 16 единиц здоровья заставляют задуматься. То есть в лучшем случае Вондар здесь действительно что он мог сделать это фаербол плюс пинг через монетку разменять в Стража ужаса, но таким образом 3-1 существо по-прежнему осталось на столе а неизвестно что Хоу Кайо достанет для себя следующими двумя картами и ситуация действительно очень опасная у Воковандра. Интересно почему он подрывника не сыграл? Вопрос очень хороший. Возможно более стол больше не полетело бы зарядов. Ага тут через силу героя возвращается существо в руку такое На самом деле я на турнирах вообще ни разу не видел чтобы появлялось это существо потому что по-моему у него шанс только лишь из нестабильного портала появиться больше его пока никто не играл. Да, благодаря порталам любая карта в игре получила шанс засветиться. Да, да, да. Честная карта такая. Да, вообще действительно замечательная. Карта действительно очень здоровская. Сейчас главное А.К. Уандеру по зоопарке не сделать способность героя это был бы провал. Да, 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 да но он так задумался я думаю что в ряд хотя не исключено такое действительно бывает когда игрок сидел думал думал прям до фитиля а потом допускает какую-то глупейшую ошибку где-то в общем заканчивал уже свои расчеты а в итоге допустил физическую ошибку в начале и все пошло абсолютно не так. слишком много думать вредно О, соглашусь соглашусь с тобой в этом вопросе определенно и смотри какой рисковый ход решил сделать Аркан Миссл с главарем банды бесов на столе но ему неплохо ему неплохо очень повезло и теперь не пинганет ли он этого демона надо разменяться сначала своим наверное наверное он даже специально это сделает да такое типа я полечу своего этого менеджера на одну единицу здоровья а нет даже вот так он делает интересное решение кстати достаточно но пока жуткая непруха вообще что происходит нет попал попал не неплохо неплохо в итоге 6 бомбочек делают свое дело и отправляется с чувством выполненного долга обратно в руку как же как же называется ты не припомнишь как он называется коллизиум менеджер по русски честно говоря не помню я никогда не играл в карту я тоже я просто даже по-английски не помню название честно говоря коллизиум менеджер неплохо неплохо неплохое название как обычно blizzard радует нас названиями своих карт всегда очень-очень радовало и кстати хороший для аквандра здесь размен он может смело разменивать латхиба своим медест бомбером и снова доктор бум выходит на поле и прямо какое-то феноменальное преимущество обеспечивает вондеру в прошлом матче он тоже был весьма важен для него может пойти потом пожать руку статуе доктора бума какой-нибудь потому что очень здорово он для него заходит но на самом деле хоккай здесь уже какие-то последние попытки закрыться предпринимает но понимает прекрасно что 7-7 существо сдерживать очень проблематично и здесь два чаромета и не страшновато ли командеру их играть потому что пока что он имеет ну все же скажем преимущество образное потому что по статам он обходит стол хоккай хотя и по существам нет и клифф клифф какой сильный клифф а почему же не хочет сначала разбить существо один-один мне очень интересно зачем вот чтобы не попал клифф в него а ты имел ввиду способность героя сделать да-да-да-да-да ну в принципе не знаю в любом случае ну не знаю насколько правильно уже все существа пропали уже сложно судить но не знаю мне кажется стоило пингануть сначала существо один-один но и здесь думает единственное о чем о командах стоит ли размениваться и мне кажется правильное решение потому что как уже он позади по здоровью а мне кажется дело не только в этом дело в том что локу ну за лок он не может сыграть практически ничего кроме существ и если ты законтролил ему стол то он ничем ответить не сможет правда не знаю это какое заклинание о кауандре на самом-то деле распорядитель колизея нам подсказали спасибо спасибо большое ребята распорядитель колизея и действительно похоже правильно на твою версию английское название менеджер вполне похоже и посмотри какие отвратительные карты дарит хоккай у него ледяной шок и аркан бласт и это могли бы быть неплохие карты но не в этой ситуации колблад здесь дарит очень много урона и похоже летал здесь разыскивает уже даже аквандр но он разыскивает но она пока что не найдет тем не менее борт он очень неплохо контролирует найдет 14 ну да не было вариантов вану флитал он в любом случае оставался даже при двух попадания но здесь зато он смело может разменять своего 7-4 да очень комфортно себя здесь чувствует и несмотря на то что хоккай может заморозить ледяным шоком очень комфортно себя чувствует в любом случае аквандр ну похоже что не остается никаких шансов у чернокнижника вот он флейм имп всеми любимый и видел тогда аквандр такой шоколад шоколад шоколад